всем приветики я хотел бы вам рассказать про томограмму мне просто делали томограмму мозга когда я проходил медкомиссию мне назначили дополнительное обследование как бы и я прошел томограмму вот это моя голова вернее часть головы то есть получается я вот так вот лежал и мне отсканировали мозг чтобы посмотреть если там какие-то проблемы в плане нарушения каких-то ну в плане ну здоровья не ухудшилось и здоровья вот в общем как вообще это было я стоя стоял под кабинетом этим где должен там такая большая дверь железная как в рентгене и написано радиационное излучение и вот именно из-за этого я и боялся я я знал что там идет излучение я я просто стоял под под кабинетом ожидал своей участи и боялся я очень боялся вот потому что есть мрт это как бы магнитное как бы сканирование такое и она без излучения а есть такое вот компьютерная компьютерная томограмма это уже через излучение идет мрт там минут 20 наверное делается но если делать сканирование вот такое как мне а здесь я не знаю за минуту за 2 сделали ну то есть быстро очень и я ну наверное подходит тем кто не сможет долго так вот вылежать потому что нужно именно не двигаться лежать вот и не двигаться я стоял под кабинетом мне было страшно в итоге я когда зашел туда там была такая кушеточка ты на нее ложишься и в конце этой кушетке получается я лег меня накрыли всеми этими пластинками и а голова осталась незакрытой и в конце этой кушеточки и там над головой получается ты так вот ложишься там на головой такой типа бублик не публика пончик такой я не знаю железный он пластмассовый и ты ложишься и она тебя туда закатывает и потом там слышно что раскручивается как все равно вентиляторы какие-то тебя даже ветром немножко обдувает и ты лежишь и вот сверху проходит сверху вот от макушки начинает идти и проходит по тебе сканер и делает такой вот твой полностью все что у тебя там есть все видно как будто на голова то у меня такой череп получается внутренности даже какие-то не знаю можно и заглянуть внутрь головы я вот нашел как здесь можно продавать мне подлагивать что-то я не знаю чего вот внутрь головы не знаю как заглянуть я вообще нашел как просто построить голову так вот выглядит моя голова ну то есть как в разрезе и углянуть я не знаю но именно в 3d наверно можно как-то но я пока еще не нашел программы для просмотра томографии всех этих называется радиант и диком вайвер вот это получается у нас голова голова сейчас я попробую показать другое изображение то получается у нас голова идет то есть изначально изначально у нас она выглядит вот так то есть вот она моя голова но правда здесь ничего не понятно она будет более понятно на другом на другом рисунке сейчас я покажу другой то есть вот он вот он получается вот она моя голова и вот получается где тут еще тут все начинается наверное отсюда такси смотреть нет не так не так не так не так сейчас да вот вот так то есть получается вот так начинается сканирование то есть ложишься вот ты лежишь и лёжа вот начинаете с макушки вот она идет сверху так вот и сканируете вот оно пошло череп сканирует там же идет мозг она видно вот здесь вот пошел мозг вот виден у меня нашли кстати и стуки ступ в голове она вот идет идет и где-то где-то у меня там было пятнышко какой-то наш лет это вот мой мозг то есть компьютерная томограмма она вообще все показывает но где-то по моему в правой части головы вот где-то я не знаю здесь может быть это и есть моя киста как тут что тут в общем и вот так вот она можно даже передвинуться так и вот получается вот он мозг идет приближается и вот кстати когда я лежал она сканировала и вот 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 видно снизу глаза идут вот вот они шарики такие типа как чупа-чупсы вот она видно такой шарик и палочка от него идет и в этот момент вот когда она не сканировала глаза и прямо это увидел я лежал закрытыми глазами на то что я не знаю можно ли там открывать глаза нельзя но не ну я не знаю я просто закрыл мало ли вдруг облучение какое-то или чего хотя мне кажется неважно смотришь ты не смотришь типа без разницы я закрытыми глазами прям увидел как такие синие волны такие по глазам несколько раз пробежались так ну такие не снег голубоватые такие волны так пару раз по глазам пробежались я понял что идет сканирование как бы я даже как-то ну это страшно как-то я не знаю то что именно ты лежишь и то что тебя облучают там ну и как-то я не знаю мне было страшно ну и вообще я волновался как бы и тем более когда волны эти побежали я уже понял что сканирование аж даже от волнения немножко заглотнул вернулся ну не знаю повлияло это или нет на сканирование вот они шарики эти это мои глаза блин это жестко на самом деле я во первых волновался когда шел туда что это будет облучение потом после облучения тоже волновался что меня все-таки облучили и в итоге и подошли себя плохо чувствовал ну типа мне казалось что этом горло там что-то как-то першит все такое ну типа может быть это я я так сам себя накрутил не знаю можно повернуть голову как-то так вот рассмотреть у меня как бы там нашли как они написали как они написали киста я я хотел бы еще найти но это надо чтобы найти вот она наверное вот это вот белое пятно это она наверное где-то да вот в этой части головы нашли кисту просто как спуститься на нее это поворот это поворот здесь передвижение вот сюда нам надо вот наверно вот это есть киста моя вот она дырка такая в голове вот это вот моя киста получается в правой части головы написали какая-то там 8 миллиметровая типа киста но она вроде как не злокачественная то есть она не вроде как не должна расти и просто типа вот она есть в голове вот это вот киста наверное типа такая вот пляжка белая я не знаю хотя с этой стороны что такое есть написали что именно с правой то есть здесь такая вот штука получается то есть ну таким вот образом даже можно посмотреть свое свой этот вот свое результат своего сканирования потому что они дают тебе диск и и на диске просто поле сейчас попробую показать их так что все открою где мы тут как-то покажет не покажет сейчас вот в общем получается у тебя диск дается и там на диске то что внутри типа томограф диком в диком этого в этом формате и хранятся то есть куча парников всяких маленьких но я так понимаю это кусочки изображения в итоге не там 120 мегабайт занимают и и в целом получается что там хранится все все сразу то есть можно поставить 3d изображение вот такое головы повертеть его здесь покрутить посмотреть изображение во всех плоскостях тоже в 3d типа покрутить повертеть нужно черно-белое не в 3d как на рисунок а вообще он так она так наверное врачи смотрят типа когда то есть можно к любому врачу пойти с этим диском он так вот посмотрит ну то есть мне как не специалисту и но я просто вижу что вот кости там мозг а специалистам же более понимает что здесь как ничего зачем и как бы больше сможет информации дать о том что что у тебя там делается но тем не менее саму тоже интересно посмотреть потому что все таки это ты это вот есть ты и мы вот она голова мая получается как она тут идет начинает голову так сканировать идет 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 мозг 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 вот он видно мозг такой мой то есть даже вижу что внутри меня но сразу я очень боялся на самом деле идти туда то что все таки стебу сканировать облучать после облучения волноваться что это же получается мне я не знаю сколько там годовую радиацию за за секунду от дали мне как-то мне вообще это было не комфортно я так прям переживал потом прошло я сейчас принципе нормально себя чувствую даже забыл об этом так что в принципе нормально и на на кт на этом компьютерной травмограмме вроде как как показывает больше чем на мрт вот поэтому такая вот такая вот штука но это все таки радиация такие вот истории ну на этом пожалуй все всем покидал не болеете будьте здоровы надеюсь что вам не придется прибегать какой-то томограмме потому что если он означает то это явно что из подозрения на что-то нехорошее но у меня ничего такого нехорошего не нашлось это вот единственное что нашли кисту мне кажется киста может быть в любом органе у любого человека то есть ну ты живешь вроде бы все нормально потом ну просканируешься там окажется киста хотя допустим тебя ничего не беспокоило так что в принципе ну надеюсь все будет хорошо типа у всех такие дела но на этом все всем покидал